Девчонкин Корректор А.Кулакова Всем привет! Меня зовут Глеб, я женат. Недавно моя жена ходила в баню с подругами. Возвращается оттуда и спрашивает, как сходили? Она говорит, нормально, видели офигенные сиськи. Я подумал, странно. Ведь так могут только девушки, согласитесь? Ни один парень не возвращается домой после бани со словами «Ебать, такой хуй видели просто!» Жаль, не было фотика. А меня вот выгнали недавно. Спасибо. А меня вот выгнали недавно из женской бани. Ох, и скандал я потом закатил в том магазине камуфляжа. «Что мы тебя здесь больше не видели?» кричали они мне. Да пошли вы, и вы меня и сегодня видеть не должны были по плану. Я... Спасибо. Я всегда любил первое свидание, потому что я старался произвести такое впечатление на девушку, что потом сам еще дня три верил в то, насколько я хорош. Сложнее всего было смотреть фильмы на испанском, не зная языка. Однажды я познакомился с девушкой, она была хорошая, но очень старомодная. Не хочу сказать лишнего, но если бы она служила в армии, то она была бы там старшим небрейтером. И неплохо бы сыграла в кино техасская возня с бензопилой. Как-то раз я притворялся спящим, чтобы не заниматься сексом с женой. Да, это секрет. Так в итоге с закрытыми глазами и смотрел Чебурашку в кино. Вы замечали, что фразы «я не пью» и «я не пью два года и четыре месяца» это пипец какие разные фразы. «Я не пью» значит «я не пью». «Я не пью два года и четыре месяца» это значит «да, я не пью, но с удовольствием въебал бы чего-нибудь крепкого». Но, к сожалению, торпедка вшита в жопу. Поговорим через полгода. Так никто бы не говорит, например, про бассейн, да? Типа «я не плаваю в бассейне уже четыре с половиной года». Сначала плавали с друзьями, по выходным все было нормально, а потом я стал плавать один. И в итоге оказался на дне. Бассейн, реально, прикиньте, аквапарк был закрыт, вода была спущенная, и тогда я понял, что пора что-то менять в этой жизни. Кто-то, наверное, может и меня назвать алкоголиком. Но мне больше нравится путешественник. Ведь на данный момент я знаю, как заказать пиво на восьми языках и трех на речи. А вот фразу «кажется, я сейчас блевану, знаю только на русском, но ее и так везде понимаю без слов». Спасибо. Спасибо. Если честно, то у меня были проблемы с алкоголем. Но, к счастью, я нашел магазинчик недалеко от дома, где его продают круглосуточно. И теперь с бухлишком проблем нет. Спасибо. У моего дяди был кот, но, к сожалению, он выпал из окна. И мне пришлось взять из приюта нового дядю. У меня с папой, с папой, у меня с мамой отличные отношения. Мы с ней всегда были лучшими друзьями. Единственное, чего мне не хватало, это то, что я не мог с ней делиться секретами о своих любовных похождениях. Вы понимаете, как сыновья делятся с отцами. Не мог хвастаться, стеснялся. То же самое сейчас с женой. Вы замечали, как сейчас парни следят за своей фигурой? Какие-то диеты что-то взвешиваются десять раз на день. Ходят на фитнес. Хочется спросить, мужики, вы что делаете? Ну, есть же липосакции. Я занимался боксом, и мне пришлось пройти через многое. Кровь, пот, слезы. Наверное, тысячу раз я хотел бросить все это дело, но продолжал пахать. Но любому терпению приходит конец, и я решил, что не поеду на второе занятие. Кстати, вы в курсе, что логопед это на самом деле рогопед? Почему? Плосто колта вы выговорить не смогли, и получился логопед в итоге. Спасибо. У меня есть друг, он водитель, но при этом очень молодо выглядит, ему это мешает. Настолько молодо выглядит, что когда его останавливают ДПСники, им кажется, что кто-то просто на водительское кресло кончил. Недавно я увидел объявление «Ремонт велосипедов», которое висело на сломанном велосипеде. А так ли вы хороши, подумал я. Ведь это как реклама барбершопа с Дмитрием Нагиевым на постере. Причем до того, как он побрился на лысо. В старину, когда архитектор создавал что-то великое, какой-нибудь храм или собор, ему выкалывали глаза, чтобы он не сделал что-то лучше. И я всегда удивлялся, почему архитекторы не додумались делать дерьмо, чтобы с ними этого не произошло. Но потом мы столкнулись с выбором квартиры и поехали смотреть новостройки группу «Пик». Я понял, бля, вот они догадались. Спасибо. Мне кажется, очень важно употреблять слово «крайний» и слово «последний» правильно. Ведь ты никогда не слышишь от врача «отворачиваем последнюю плоть». А также я считаю, что любая фраза должна быть к месту. Ведь даже, казалось бы, позитивное с вашими яичками все в порядке звучит так себе от окулиста. На этом у меня все. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!